Продолжение следует... У меня будет довольно короткий спич, я думаю, что минут 10-15. Я расскажу, во-первых, про электронный документооборот, во-вторых, расскажу про наше стратегическое партнерство с фирмой 1С и про наш продукт, который называется 1S-IDI, продукт, который уже оптимизировал бизнес-процессы сотням поставщиков, и на этом мы, конечно, не планируем останавливаться. Тимур. Да. Немного расскажу про компанию. Компания «Докробот» и «Комексайт». Я надеюсь, что многие из вас нас хорошо знают. Мы являемся разработчиком, разработчиком SaaS-сервисов, enterprise-решений и одним из крупнейших провайдеров электронного документооборота в России и странах СНГ. Мы широко представлены помимо рынка России в Средней Азии. Мы работаем в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Пожалуй, нужно сказать, что электронный документооборот является нашим core бизнесом, нашим основным продуктом. И наш портфель клиентов в России – это более 6 тысяч поставщиков и дистрибьюторов, производителей и сотни торговых сетей. По итогам 2022 года компания «Докробот» занимает первое место по доле трафика электронного документооборота в крупнейших федеральных торговых сетях, таких как X5, ритейл-группа, конечно, «Тандер» и «Тандермагнит». Так, ну, немного расскажу про электронный документооборот, что это такое, с чем его едят. Если вы поставщик и планируете делать поставки в торговую сеть, вероятнее всего, вам придется поддержать действующий стандарт электронного документооборота в ритейле, особенно если вы хотите стать любимым поставщиком. А если вы поставщик, который еще производит продукцию, которую необходимо маркировать, то нужно передавать данные о кодах маркировки в национальную систему ЦРПТ, честный знак, конечно, тоже в цифровом формате. Вообще, у торговых сетей, как правило, есть доп. соглашение к договору поставки, где черным по белому прописано, что работа по системе электронного документооборота является must-have. С чем-то связано? Связано с тем, что в ритейле, как вы знаете, огромное количество бизнес-процессов, огромное количество документов и сотни тысяч заказов, которых нужно отправлять и обрабатывать ежедневно. Так что же такое электронный документооборот в ритейле? Во-первых, это бизнес-сообщение, коммерческие документы, которые называются EDI – Electronic Data Interchange, а также юридически значимые документы – те документы, которые необходимо подписывать УКЭПом. Как выбрать оператора IDO? Написано мне на слайде, маркетологи так составили. Конечно, выбирайте компанию DocRobot, мы решим все ваши проблемы. Но если серьезно, то убедитесь, что операторы есть в списке FNS, убедитесь, что у оператора есть возможность работать как в веб-сценарии, так и в интегрированном сценарии. Ну и, пожалуй, важно сказать про техподдержку 24 на 7. Как бы это банально ни звучало, может случиться такая ситуация, что, скажем, в УПД ошибка, машина стоит на приемке, торговая сеть товар не принимает. Нужно оперативно решать вопросы, связаться с техподом, и мы вам поможем сделать так, чтобы ваш товар был принят в сети. Ну и, конечно, выбирайте того оператора, который хорошо знаком с рынком ритейла. Так, на слайде вы видите стандартную базовую цепочку документов EDI. Хочется сказать, что всего существует порядка 50-70 структурированных, формализованных EDI сообщений, которые оптимизируют те или иные бизнес-процессы. В соплачейн, в коммерции, в бухгалтерии, в финансах. Но есть базовая цепочка, вот эти вот документы, которые используют подавляющее большинство торговых сетей, в том числе X5, Retail Group, Thunder Magnet. То есть это базовые документы. Я очень коротко по ним пройдусь. Первый документ – прайс-лист. Это документ, который поставщик отправляет в торговую сеть. Далее торговая сеть отправляет на основании прайс-листа поставщику документ ордер, заказ. Поставщик отвечает двумя документами. Это подтверждение заказа ордер СП и, конечно, документ ДИСАТФ. Это уведомление об отгрузке, аналог товарно-транспортной накладной. Когда машина с товаром приезжает на склад торговой сети, либо в магазин торговой сети, торговая сеть отправляет документ РИКАТФ. Далее поставщик отправляет счет, инвойс. Ну и, конечно, цепочка логично завершается универсальным передаточным документом. Какие есть способы работы? По сути, есть способы два. Первый способ – это веб-интерфейс. Веб-интерфейс работает в любом браузере. Быстрое подключение, идя USD в режиме одного окна. Кто выбирает работать на веб-интерфейсе? Первое – это компании, которым нужно быстро подключиться и уже сегодня начать получать заказы от торговых сетей. И второе – это те поставщики, у которых не очень большой трафик, не очень много документов. Так, максимум автоматизации. Ну, на самом деле, то, что я рассказывал до этого, может звучать как некая комодити история. Наверняка она всем вам хорошо известна и понятна. Но вот мы подошли, собственно, к эпогею нашей презентации. Максимум автоматизации. Как я уже сказал, есть два способа работы. Первый способ работы – это веб-интерфейс. Второй способ работы – это интеграция. Конечно, мы как оператор электронного документа оборота умеем делать интеграцию абсолютно любых ERP-систем. Это может быть 1S, SAP, Oracle, Gestures, Prout, Microsoft Dynamics. Что у нас еще есть? Symphony Gold. Абсолютно любые учетные системы нам поддаются. Однако, есть два нюанса. Во-первых, это занимает определенный срок временной, зачастую до нескольких месяцев. И, во-вторых, это стоит определенной суммы денег. В 2021 году компания DocRobot подписала меморандум о сотрудничестве с фирмой 1S. Фирма 1S разработала модуль, который называется модуль 1S EDI. И теперь поставщик, подключившись к компанию DocRobot, сразу же может получать документы, заказы в свою учетную систему. По-моему, это чудо. То есть не нужно проходить путь в несколько месяцев интеграции. Не нужно давать своему оператору доступа TeamViewer, RDP, Коопи рабочей базы. Достаточно просто подключиться к оператору DocRobot, и у вас сразу же появится возможность работать интегрированно со всеми федеральными и региональными торговыми сетями. Дополнительные настройки и отправка приглашений не нужны, и поддерживают работу со всеми типовыми 1S, в том числе в облаках. Далее будет QR-код, по которому вы сможете перейти и посмотреть список тех версий конфигурации 1S, которые уже поддерживают модуль 1S EDI. Итак, возможности модуля. Это базовые возможности при интеграции, только по сути без интеграции. Это работа с данными в одном окне, подсказывает пользователю, какое дальнейшее действие ему необходимо совершить, и, конечно, работает с любой хронологией документов. Мы за время сотрудничества подключили сотни и сотни клиентов. Маркетологи собрали для меня пару кейсов. Первый кейс звучит так. Знаменский ветчинный дом. Компания является производителем мясной продукции. Это очень классический кейс, кейс поставщика, который работал на веб-интерфейсе, но которому нужна была интеграция. У поставщика сравнительно небольшой обмен документами, порядка 400 документов в месяц. Поставщик ведет учет в 1С и РП управления предприятием. Несмотря на небольшое количество документов, заказов от торговых сетей, довольно много номенклатурных позиций, которые довольно сложно и долго ручками перебивать с веб-интерфейса в учетную систему. Поставщик обратился к своему текущему оператору. Не буду говорить название оператора, скажу только, что Игорь Зеленько, который до меня выступал, раньше был его коммерческим директором. Оператор называл срок интеграции в несколько месяцев и сумма интеграции тоже была довольно существенная. Далее поставщик обратился к нам, мы поставщика подключили и поставщик получил все прелести работы через интеграцию. И получает с заказа сразу свою учетную систему. То есть самый базовый классический кейс. Давайте посмотрим еще. Кейс «Тамбовское молоко». Работа с маркировкой в привычной 1С. Судя из названия «Тамбовское молоко», можно сделать вывод, что поставщик поставляет не хлеб. Поставщик поставляет молоко, продукцию, которую необходимо маркировать и коды маркировки передавать в национальную систему. Честный знак. У поставщика довольно существенный трафик, более 16 тысяч документов в месяц. И поставщик ведет учет в 1С «Бухгалтерия 8.3». Из-за такого большого объема документов, конечно, случались ошибки ручного фактора. Перебивали данные на веб-интерфейс, в учетную систему. Ну и дополнительная нагрузка на сотрудников работает с большим объемом документов. Поставщик обратился к нам, мы помогли поставщику реализовать интеграцию с помощью нашего модуля 1С EDI. И как результат на 20% сокращение времени обработки заказов и на 10 дней сократились сроки оплаты со стороны торговых сетей. Итак, модуль 1С EDI. Ваше преимущество. Первое. Вы быстро начинаете получать заказы сразу в вашу учетную систему от торговых сетей. Не нужно получать заказы на платформе, переносить ручками в вашу ERP. Это поддержка работы с маркировкой. ЕГАИ, свете, собственно, с любыми госисториями в модуле 1С EDI работа поддержана. Прозрачная работа с заказами. Собственно, вы можете перейти по QR-коду и любой вопрос задать нашим партнерам фирму 1С. Либо по почте EDI-собака1s.ru Так, ну и напоследок, ну модно говорить про аналитику. Все говорят про аналитику. Я решил тоже пару слов сказать. Конечно, важно работать по системе электронного документа оборота. Но, безусловно, также важно понимать, что происходит с поставками. Мы предлагаем нашим клиентам решение по уровню сервиса, по показателям SL и CELTA-TIF. Можно отслеживать расхождение в количестве сумок документов. Что у вас торговая сеть заказала, что вы в сеть отгрузили. Можно отслеживать уровень недопоставки. Можно смотреть в разрезе магазина. Можно смотреть в разрезе торговой сети. Можно смотреть в разрезе какого-то временного промежутка. В целом, довольно много сейчас аналитических решений. Мой добрый друг Игорь рассказывал про продукт компании Retail Service. По-моему, я где-то Олега Костырина видел из компании InfoVision. Тут везде плакаты продажи RF от компании 1FD. Тоже довольно интересный продукт, который не так давно вышел на рынок. Буквально три месяца. Мы призываем вас использовать аналитику, потому что аналитика поможет вам увеличить вашу выручку. И как минимум не терять в продажах. Спасибо большое, уважаемые партнеры. Мои контакты по QR-коду можете записать. Ну, здесь, ага, сейчас. У вас так активно. Продолжение следует...